Я хочу прочитать местописание перед тем, как я начну. Вам не нужно открывать это местописание. Конечно, если вы записываете, пожалуйста, можете сделать запись. Это в Иоанне Апостола, 1 глава, 6-7 стих. Апостолы ожидали, что вот Иоанна Апостола начнет свое царство, то есть утвердит свое царство. Они спрашивают о том, что не в это время ты восстанавливаешь царство Израиля. Он говорит, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил своей власти. Все, что хочу говорить вот в этом уроке, что существуют времена и сроки. Мы когда говорим о временах и сроках, мы говорим о том годовом времени года, что за чем идет. Мы говорим о времени Пасхи, это весной. Шаваот и также это жатва. И осенью те праздники, которые мы знаем. А если говорим о неевреях, тогда мы говорим о том, мы смотрим на День Благодарения, как один из сезонов. Это прекрасное время, когда наши семьи приходят, собираются вместе, а у нас большой ужин, и тогда происходит очень много общения в семье. А потом приходит время Рождества в Америке, когда мы радуемся, веселимся о рождении Мессии. Мы понимаем, что это не то время, когда Он родился. Но мы используем то время, чтобы понимать о том, что Он родился. Это хорошие времена. Но есть еще времена в нашей жизни, когда мы называем футбольный сезон футбола, либо бейсбола, гриппа, и все другие времена. Иногда нам нравятся эти времена, иногда нам не нравятся эти времена. Но через все это время Бог дает благодать нам. Я однажды проходил такое время, и я с многими из вас поделился об этом времени, буквально в прошлом уроке. Было время, когда я считаю, что я был неправ. Но с тем, что я был неправ, я не знал, что с ним делать. Для меня это было не лучшее время в моей жизни. Но в то время мы взяли со своей супругой отпуск. И рано утром Господь пробудил меня. И я слышал слово Господне, которое пришло ко мне. И он сказал, что нет пророка в честь и в своем доме, в своем Отечестве. Я знал, что это конец 13 главы Матфея. Но я не настолько проснулся, чтобы открыть Библию и прочитать его. Я обратно доснул. Через 15 минут опять пробудился. Опять слышу этот голос. Что нет пророков в Отечестве. А потом Господь добавляет. И потому что, Иисус, Иисусуа, не мог сделать великие чудеса. А в этот момент я уже чувствовал сожаление о себе. Начал себя жалеть. Я сказал, да, Господь, ты прав. Что нет чести пророку в Отечестве. Да, я не могу ничего делать, потому что я был почтен. Твое слово, говорит, опять лег спать. 15 минут спустя, опять проснулся, я уже как бодренько. И голос Божий был намного сильнее в это время. Нет чести пророку в своем доме в Отечестве. И он не мог делать там великие дела. Потому что не было чести Дана. Я говорю, да, Господь, это я. Мне не давали чести, которое должно быть. Это проблема. Мне не нравится. Я разочарован. Я почти в депрессию впал. И мне, Господь, нужно было это слово, как раз надо было. Но я почувствовал, что из этого слова должно что-то быть больше полезного. Я встал спокойно, чтобы не пробудить свою жену. Четыре часа утра. Я взял мою Библию, мой компьютер, мои записи. Я открыл местописание. И я начал исследовать каждое слово, которое там написано. Греческое слово каждого значения. Я знал, что Бог хотел что-то сказать через это слово ко мне. Но я не мог ничего оттуда еще выжать. Полтора часа, которые я употребил, чтобы исследовать это слово, я сдался. Я говорю, я не чувствую себя лучше, чем я чувствовал себя до этого. И я обратно вернулся к моему библейскому чтению, которое у меня было по расписанию. Я читал по Библии. И я как раз вот был на исходе 14 глава. Это как раз в то время перед пересечением Красного моря. И Господь дает инструкцию Моисею. Я наткнулся на место Писания, которое говорит, Я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними. И покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают все египтяне, что я Господь и сделал так. Это исход 14 глава, что это стих. И я говорю, да-да, честь. А Матфея 13 я увидел почтение. И я вижу исход 14 глава. И начинаю дальше читать. Я дошел до 17 стиха. А в 16 стихе говорится о том, что ты подними жезл свой. Протяни к морю свою руку. И раскроются воды. И тридцатый стих. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сына Израиля и египтян мертвую на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа. Поверили Господу. И Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы. В 17 стихе что происходит. Я же озосточу сердце фараона и всех египтян. И они пойдут вслед за ними. Они последуют посуху к морю. И покажу славу мою. То есть славу здесь как почтение мне на фараоне и всем войскам его, на колесницах его и на всадниках его. И вдруг это слово осталось в моей голове. Я был озабочен о моем почтении. Меня же не почтили. А Бог говорит здесь, я пожну честь, почтение. И Бог did something tremendous in my heart that morning. It enabled me to face the situation that I was in. Он помог мне встретиться с той ситуацией, с которой я уже столкнулся, ее пережить. I was concerned about my own reputation. Я чувствовал или переживал, какой будет моя репутация через все трудности, которые я переходил. I was concerned about succeeding. Я был увлечен и был озабочен тем, чтобы быть успешным. I wanted to be big for God. Я хотел быть знаменитым, быть серьезным, величественным для Бога. So other people could look at me and say, look how good God is. И чтобы люди сказали, о, посмотри, как Бог к нему был благ и почтил его. А Господь начал говорить мне, не забудьте о своем почтении. Ты заботишься о том, чтобы меня прославить, меня почтить. Во всем, что ты делаешь. Ты его подводи к одной черте. Если все, что ты делаешь, приводишь к одной черте, буду ли я прославлен через это? И с того момента, получив откровение от Бога, все, что бы не происходило в моей жизни, я доверял Богу, что в этой ситуации Он прославится. Потому что я не хотел о себе эту честь. Нам Писание говорит о том, чтобы мы почитали друг друга. Если я буду почитать других, Господь обязательно позаботится обо мне. Моя ответственность, это почтить Бога и почитать других. И Бог говорит, а потом я позаботюсь о тебе с собой. Не забудьте об этом, чтобы тебя прославили, тебя почтили. И мне нужно было это знать и быть уверен в этом. Потому что в тот момент, когда меня попросили уйти из церкви, которую я начал, заложил основание, я почувствовал себя таким ранимым. Я был раненым человеком. Но я способен был сказать, Господи, я не знаю, что происходит. Не понимаю, почему это происходит. Мой зять, мужчина, который женат был на моей дочери, он был в команде, которая попросила меня уйти из церкви. А я был основатель церкви, и Господь мне дал основать эту церковь. Как Павел говорил, вы дети мои, я родил вас. Я родил вас этим. А он сказал, знаешь, вот дверь, иди, ты нам не нужен. Я почувствовал себя преданным. В Матфея есть местописание в 26 главе и в 14 стихе. Тогда один из двенадцати, называемый Евгений, Евгений Коскориот, пошел к первосвященникам и сказал ему, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему 30 серебряных. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресников. Когда они ели, сказал, истину говорю вам, один из вас предаст меня. Он же сказал в ответ, опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, сын человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым сын человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться. При всем Иуда, предавший его, хияль, Раби. Ишуас говорит ему, ты сказал. Мы потом читаем позже, что Иуда дал им знак, кто, кого ищут. И знак, того, кого я поцелую, он тот, кого нужно арестовать. Послушайте меня. Есть разница между предательством и отвержением. See, rejection means that someone just pushes you away. Отвержение — это то, кто тебя оттолкнет, просто оттолкнет тебя и не будет с тобой иметь дело. Но слово предательство в греческом понимании is paradidomai. 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 What is pera? You've heard that. Pera, pera. Что значит? To draw near. Притянуть, ну-ка, прижать к себе. To draw near. Привлечь к себе. Didomai to push away. И потом оттолкнуть. So betrayal, betrayal, the definition of it is you draw, someone draws close to you. Слово предательство означает привлечь, приблизиться так близко к человеку for the purpose of pushing you away. Для того, чтобы приблизить, да, вот, а потом оттолкнуть сильно. And there are these things define what betrayal is. Вот это слово именно означает предательство. You reveal the secrets of a person. Ты открываешь секреты личности. Judas exposed Yeshua. Иуда раскрыл или открыл кто еще. Judas left him almost naked upon the cross. Иуда фактически предал его на поругание ногим на кресте. Второе was that he did things underhanded. Он делал все скрыто. Он очень извест, как бы сказать, ухитренно так все сплетал. Он делал вещи, которые делались вне познания или в тайне от Yeshua. Number three. Третье. He did it for personal gain. Он делал это из-за личной выгоды. He knew he was going to get something out of it. Он сделал это, потому что он знал, что он получит из этого выгоды деньги. Pulls him in. Притянуть близко, прийти к нему в близких отношениях. Из-за этого отношения он будет иметь какую-то финансовую поддержку. Что-то такое, от чего он будет получать, а потом оттолкнет. Четвертое. Он действует, как будто он друг. Он даже поцеловал его. И Иешуа говорит, друг. Он действует, как друг. Иногда личный человек действует, друг, а потом открывается, что он предатель. Вот это самая большая боль. Последнее, пятое. предатель всегда знает, что ты невинный. Он знает, что он его ложь. Она именно нужна другим. И он знает, что он обманывает других. А Иешуа не сделал ничего греховного. Если человек тебя не принял, то есть отверг тебя, в этих отношениях он не притягивает так близко делать тебя своим сердечным другом. Но он просто может не нравиться тебе твоя личность, поэтому нормально. Это нормально. но привести, притянуть близко к сердечному, чтобы получить от тебя его доверие, до такой степени, что может положиться в человека, доверять ему свою жизнь. Они делают вот такой момент, отвергнутость, это называется предательство, paradidomite, притянуть и оттолкнуть. Но when I say that, I can almost see some lights coming on in some of your faces. Because rejection seems to be somewhat easy to get rid of, to deal with it, the feeling of rejection. But betrayal goes a little deeper into our hearts. And sometimes we wonder why we keep remembering the same thing over and over And we sometimes think, why we keep remembering the same thing again, again, because it was a deeper hurt. How do we handle this? How do we handle this? about 1 Peter. So I was really hurting. This is my son-in-law. And a friend of his, that I trusted. And a friend of his, whom I trusted. What do I do? I looked at this, it's amazing. When I посмотрел на это местописание 2 глава, 18 стих. He said, servants, be submissive to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the harsh. Слуги, со всем страхом повинутись господам, не только добрым и кротким, но и суровым. But this is commendable if because of consciousness toward God one endures grief. If who pomys at God perenosis скорбь, страдая несправедливо. Suffering wrongfully. For what credit is it if when you are beaten for your faults that you take it patiently? And what for what is if you do good and suffer and you take it patiently? This is commendable before God. But if did I believe the word or not? I had done nothing wrong. I had loved these men. I had given them everything that I had. I gave my son-in-law my daughter. He put his feet at my own table. He sat on my table. He watched TV together. We watched TV together. We went to ball games together. We prayed together. We went to the house of the Lord together. And now then God you're telling me. And now then God you're telling me. that it's commendable to you. Что это угодно тебе? That I suffer when I haven't done anything wrong. Then God I want to be commendable to you. It says look at verse 21. For to this you were called. Because Christ also suffered for us. Leaving us an example. that we should follow in his steps. What? I'm called to that. I've called to the ministry. I was called to Yeshua. You mean I'm called to suffer when I've done nothing wrong? that's what it says. I'm not telling you this. The Bible is telling you very easily. Look at verse 23. It says for when he Yeshua was reviled he did not reviled and return. Будучи злословим он не злословил взаимно. And when he suffered he did not threaten but committed himself to him not to give to to sude pravid nam can you believe this? Can believe this? I had never seen this before in my Then it goes on in chapter 3. In verse 8. And look what he says in 3. 8. Finally all of you be of one mind having compassion for one another love as brothers be tender hearted be courteous This is to everyone and he said not returning evil or reviling for reviling but on the contrary blessing knowing that you were called to this that you may inherit a blessing he said to me don't get down over this don't be afraid trust me bless him that's what I did when I was on the cross I blessed you when I suffered the beatings I was being beaten for you because the blessing came to you and look at verse 13 and he who and who he is he who will harm you if you become followers of what is good but even if you should suffer for righteousness sake you are blessed and do not be afraid of their threats or troubled but sanctify the Lord in your heart and always be ready to give defense to everyone who asks you the reason for the hope that is in you with meekness and fear and having a good conscience that those who revile your good conduct in Christ may be ashamed so you may have noticed a second time in verse 9 you were called to this this is our turf this is where we walk if someone hurts us if someone betrays us if someone takes things away from us how do we to do we're to bless them do what I'm going to bless them with my mouth and James says it's not good that curses and blessings come out of the same mouth and it's not but we allow blessings to flow out I pray for them I bless their health I bless their prosperity I bless their finances bless their ministry bless у нас был уже дом который мы оплатили выплаченный дом у нас долго уже был дом мы с женой молились и говорили Боже как мы можем еще их благословить вообще проходя через трудности и вот это место писания которое они почитали мы отдали им наш дом мой зять и моя дочь сказали непонятно 200 тысяч долларов дом ты даешь нам ты даешь нам дом да мы подписали документы и мы уехали вы знаете оно не успокоилось моим сердцем я начал строить такое поведение раненого человека я ни с кем не говорил до вот таких маленьких деталей я чувствую что есть нужда здесь я открыт перед вами своим сердцем мы благословляли их мы молились за них мы отдали им наш дом и мы уехали в другой город а мне это так доставало я не мог освободиться в твоем разуме то что происходит и я понимал что это бесы и знаете оно как будто там же пластинка которая о том о чем я постоянно говорил и мыслить об этом говорить я говорю моей женой об этом с моими друзьями об этом говорю я с собой разговариваю об этом я говорил с Богом об этом я не мог освободиться от этого а потом я стал вот таким вот духом горечи ходить и это корень зла потом я пробуждался посреди ночи начал эти мысли приходить ко мне я потом начал думать чтобы вам случилось а потом смотрел там ой Господи благослови их благослови их я думал что просто разум как бы схожу с ума у меня есть хороший хороший пастор друг в Теннесси и она пригласила меня приехать на пасторскую ретрит конференцию чтобы говорить пасторам слово вы можете ее знать Су Курен пастор в Теннесси она позвала меня и вот мы были в ее доме и остановились и сидели на крыльце ее дома и я говорил пастор Су у меня большая проблема я сфокусировался вот на этой вещи которая со мной происходит меня собрали пастор выгнали меня я отдал дом и все благословение настолько что я уже как бы я начинаю их ненавидеть я говорю мне нужно теперь уже психиатр настоящий есть те кто может проконсультировать меня вот в такой ситуации пастор Су посмотрела через весь стол так на меня приблизительно внимательно она говорит тебе не нужен профессиональный консультант тебе нужно новое помазание Духа Святого и я говорю что? мне? да тебе нужно новое помазание наполнение Духом Святым я уже в таком состоянии говорю что я даже не знаю как это получить есть предложение пастор Су есть предложение? конечно стань на путь Божий на путь Божий стань? и когда я услышал эти слова я увидел картину когда мне было 8-9 лет мой отец только пришел с войны Второй мировой войны а он купил большую ферму и на этой земле очень часто поднимались такие маленькие торнадо пыльные знаете такие как бы вихри такие смерч маленький и через поле он так передвигается так поднимаешь я с ними игрался и я когда видел что поднималось и я бежал перед ним я поворачивался и ждал когда этот маленький вихрь подойдет ко мне закрывал глаза закрывал уши чтобы песок в уши не затеял и я делал так и он пройдет через меня проходил так один раз чуть-чуть меня подняло аж я перепугался вот вдруг в этот момент когда он сказал эти слова это картина в моем разуме я сказал Господь но каждый раз когда я буду видеть что ты в каком-то месте действуешь я буду я буду туда идти я буду ложиться как бы впереди тебя всю ту неделю я смотрел о вот тут что-то происходит за людьми молились здесь какая-то движнюха такая движение такое нормально люди падали под Духом Святым и я побежал туда и я начинал стоять вот так здесь сзади чтобы меня коснулось тоже их Бог Благословия падали а меня не трогало здесь побежал сюда здесь и тоже раз здесь давайте за меня помолиться давай Господь казнись меня я жажду Господь мне свежее помазание нужно только это единственное что может обновить меня и спасти меня я хочу жить по-другому я должен быть свободен от этой раны которая в моем сердце и вдруг я видел что-то еще происходило туда и шел там куча людей лежало и Бог действовал над ними и я стоял прямо посередине ничего последняя ночь последнее служение тот кто проповедовал гость закончил проповедь он и шел возле зала там молился за людей если говорят о том зале я стоял вот тут примерно я уже сдался думаю наверное уже не сегодня может быть другое время и я все равно найду это время я слышал как они молились за людей а потом дверь закрылась а потом посмотрел проповедника нету он ушел я стоял закрытыми глазами и говорю Господи я хочу быть свободным в эту секунду тот пастор пришел он возложил на меня руку свою и сказал пастор дьявол хотел украсть твою жизнь но я провозглашаю над тобою все что ты потерял будет восстановлено твоя семья будет восстановлена твоя церковь будет восстановлена и ты будешь наполнен Духом Святым как тогда он сказал Дух Святой сошел на меня я остался в церкви один целый час свежее присутствие помазания мгновенно боль ушла после этого никогда больше не приходила ни боль я вам скажу больше пришло чем просто восстановление Бог могут вернуть вдвое или в трое или в четверо я не знаю сколько мне было возвращено сколько было восстановлено мой зять и моя дочь мы самые лучшие друзья сейчас нам полностью восстановлено наши отношения наши отношения с внуками полностью восстановлены а теперь даже не должен пасторствовать церковь а теперь я только делаю как бы советник пастору который началом которого 35 тысяч человек он мой духовный сын я могу сказать я не мог представить ничего лучшего у меня есть жизнь у меня есть радость у меня есть семья и у меня есть помазание Духа Святого и любовь к Господу в моем сердце я это говорю вам по причине того что если у вас есть какие-то ситуация проблемы если в вашем сердце мысли опять возвращаются 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 кто-то нанес раны то чего вы не можете оставить let me tell you what all you need is a fresh building все что вам нужно это свежее помазание Духа Святого до сих пор до сих пор до сих пор Субтитры создавал DimaTorzok